Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Лёша Чуваш уже три раза не вор в законе. В Чебоксарах криминальный авторитет Алексей Александров по прозвищу Лёша Чуваш объяснился с представителями криминального мира относительно своего криминального статуса. Дело в том, что до последнего времени он обладал статусом вора в законе. Но прибывший из Испании вор в законе Шакра молодой, как известно, начал лишать и приостанавливать коронованных в последнее время воров, а также рассматривать ситуации вокруг криминальных авторитетов, чье положение в воровском мире шаткое. Таким образом Шакра и группа воров рассмотрели положение дел в Чувашии. И как выяснилось, Лёша Чуваш, который считался вором, на самом деле не обладает этим титулом. Смотрящему по Чувашии вору в законе Андрею Финогенову, по прозвищу Фин, предстояло озвучить решение крестного отца перед чувашской братвой. Сам Александров, впрочем, никогда не подтверждал свой воровской титул, но и не опровергал эту информацию. Вором его назвали еще во второй половине 90-х годов, когда он приехал в Чувашию в сопровождении вора в законе Гагиты. Гагита постоянно называл Лёшу Чуваша братом. А Лёша потом рассказывал, что к его коронации причастен Роберт Каландадзе. Но старый вор страдал рассеянным склерозом, и подтвердить статус Чуваша не мог. Потом Гагита был взорван в машине Александрова. Самого Чуваша с ним не было, он отказался от той смертельной поездки. Приехавшие на разбор вора в законе Якутенок, и Миха так и не удостоились своего внимания Чувашом. Поэтому провозгласили, что Александров не вор в законе, и уехали. В конце 90-х годов милиция, расследуя бандитизм, вышла на Чуваша, который к тому времени уже был в команде Нижегородского вора в законе Вагона. За преступление Александров был осужден на 16 лет, которые пришлось отбывать в колонии Кемеровской области. В феврале 2010 года, находясь в одной из тюрем Красноярского края, Леша Чуваш сидел в одной камере с вором в законе, Гочи и Тория. По беспределу Гочу тогда сломали отморозки, а Чуваш, который не опровергал никогда свой воровской статус, лежал на шконке, отвернувшись спиной к происходящему. Уже потом, когда в другой тюрьме за это у него спросил вор Авто Копало, Чуваш ответил, что не мог помочь Тории, так как лежал на нарах без сознания. Такой ответ Авто не устроил, и он избил Чуваша, потом вышвырнул из камеры. Таким образом Чуваш, уже официально лишился статуса вора. Весной 2014 года, Леша Чуваш собирался приехать в Кузбасс, чтобы заменить местного смотрящего Шамаза, который отбывает наказание. Но правоохранительные органы предупредили его, что в Кузбассе нет воров в законе, и они не позволят им здесь появиться. Поэтому Алексей Александров вернулся в Чувашию, где собирал деньги в воровской общак. Но контролирующий республику вор в законе Финн, не досчитался в итоге нескольких миллионов. Шакра молодой уже третий вор, который лишает статуса Лешу Чуваша. Может и не получается ни у кого лишить окончательно его титула, так как он и не был вором в законе. Шакра и его ближайшее окружение, так и сказали Леша Чуваш, ни вора никогда им не был, как в Кузбасс не пустили вора в законе Чуваша. Сотрудники органов внутренних дел отговорили освободившегося вора в законе от переезда на постоянное место жительства в Кемеровскую область. Как рассказал начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по региону Евгений Широков, вышедший из мест заключения в другом регионе, вор в законе по кличке Чуваш собирался приехать в Кузбасс и здесь продолжить свою преступную деятельность. Уважающий Чуваша местный криминалитет хотел бы его здесь видеть и обещал вору все условия для проживания, вплоть до квартиры и машины. Мы выехали в это исправительное учреждение, провели с ним профилактическую беседу. Порекомендовали не приезжать к нам в Кузбасс, он согласился, сказал Широков. Сейчас полицейским известно о 170 ворах в законе, проживающих в России, в Кемеровской области ни одного из них нет. Последний кузбасский вор в законе Солихчан Шамазов осужден пять лет назад и отбывает 15-летний срок в колонии в Тюмени. Преступную среду, по данным МВД, в области контролируют 12 назначенных ворами положенцев их, по словам Широкова, внутренние органы стараются изолировать от общества любыми способами, вплоть до осуждения за домашние конфликты. Как вора в законе Чуваша, этапировали с приключениями в другую тюрьму. Вор в законе Алексей Александров, ранее отбывавший наказание ВК-29 города Кемерово, за систематические нарушения установленного порядка, был этапирован в тюрьму города Минусинско-Красноярского края. Ранее неоднократно судимый уроженец села Благодатное Гроховского района Удмуртской АССР Алексей Александров, более известный в криминальном мире под прозвищем пастор или Леша Чуваш, был коронован грузинскими ворами в законе в мае 1995 года на воровской сходке в Москве. Незадолго до этого Александров освободился из мест лишения, где отсидел 15 лет за бандитизм. В ранге вора в законе пастор вернулся в Чебоксары, откуда ушел на свой предыдущий срок, но не один, а в компании с грузинским законником Анзором Квиркелия, по кличке Гога. Криминальный тандем просуществовал до апреля 1997 года, пока джип, на котором ехал грузин, не взлетел на воздух от заряда, заложенного под днищем иномарки. Характерно, что заминированный автомобиль принадлежал пастору, но сам он в тот день от поездок на нем отказался. Вскоре после этого Александров подался в бега в соседнюю Нижегородскую область к своему приятелю, вору в законе Владимиру Вагину по кличке Вагон, где в апреле 1998 года и был задержан. Нынешний срок 16 лет за убийство и незаконное хранение оружия пастор получил в ноябре 1998 года по приговору Верховного суда Республики Чувашия. Находясь в заключении, вор в законе предпринимал попытки добиться пересмотра своего уголовного дела, однако всякий раз терпел неудачу. В течение всего прошлого года и до настоящего времени между администрацией учреждения и защитой Александрова длилась тяжба по поводу решения Федерального суда заводского района Кемерово, вынесенного 27 марта 2008 года, о его переводе в тюрьму сроком на три года. Адвокат вора в законе несколько раз обжаловала в областном суде решение суда первой инстанции и в результате сумела снизить срок тюремного заключения с трех до полутора лет. По прибытии пастора в тюрьму Минусинска, число воров в законе, отбывающих там наказание, возрастет до пяти человек. В настоящее время в учреждении содержатся такие воры в законе, как Баха Баха, Чира, Марат Сухумский и Костя Канский. Субтитры создавал DimaTorzok